Уважаемые коллеги, добрый день. Я встречаюсь регулярно и с представителями бизнеса общества, ну и, разумеется, также систематически с руководством различных правоохранительных органов и специальных служб. И от тех, и от других слышу претензии в адрес противоположной стороны, причём на постоянной основе. В общем и целом это понятно, есть определённые конфликты. Правоохранители защищают интересы всего общества и государства, и это их святая обязанность. Предприниматели указывают на то, что очень часто сотрудники правоохранительных органов превышают свои полномочия и действуют таким образом, разрушают благоприятную, так нужную нам благоприятную бизнес-среду. А что эта сфера чрезвычайно важна, это не подлежит никакому сомнению, потому что только при создании благоприятного бизнес-климата мы можем рассчитывать на то, что наша экономика, в целом экономика Российской Федерации, будет конкурентоспособной и эффективной. И на одной из встреч с Александром Николаевичем Шохиным, даже не на одной, на последней встрече мы договорились о том, что мы создадим вот такую площадку для анализа правоприменительной практики, но руководители бизнес-объединений ставили этот вопрос неоднократно, ставили неоднократно вопрос о необходимости создания вот таких возможностей встречаться и обсуждать волнующие и одну, и вторую сторону вопросы. Конечно, правоохранительные органы должны обеспечивать, как я уже говорил, интересы государства, и что грех оттаить, есть коррупционные проявления в среде правоохранительных органов, это понятно, это то, с чем мы боремся и будем продолжать бороться, но не редкий случай нарушения закона и со стороны предпринимательского сообщества. Нам нужно, безусловно, обеспечить главное, обеспечить безусловное выполнение законов со стороны всех граждан Российской Федерации, чем бы они ни занимались, и правоохранительной деятельностью, и бизнесом. Но, разумеется, в ходе вот таких встреч я исхожу из того, что, ну, во-первых, эта площадка не будет использована для лоббирования кого бы то ни было и чего бы то ни было, а будет посвящена только одному – анализу правоприменительной практики и выработке предложений для того, чтобы создать здесь в этой важнейшей сфере более благоприятную обстановку и создать баланс интересов, в том числе и путём совершенствования действующего законодательства. Все эти действия должны быть абсолютно прозрачными, как сейчас принято говорить, транспарентными и публичными, вот что особенно важно. Мы сегодня проводим первую встречу подобного рода. Эту группу возглавит Сергей Борисович Иванов по моему поручению. Секретарём, ответственным за ведение текущей работы, будет заместитель министра внутренних дел Миронов. Я прошу вас подойти к этому очень серьёзно и уверен, что при такой заинтересованной работе с обеих сторон мы можем и должны добиться положительных результатов. Так, как мы с вами добиваемся этих результатов в последнее время в рамках так называемой предпринимательской инициативы, где сформулированы задачи по совершенствованию правовых механизмов и этой самой правоприметительной практики в сфере ведения бизнеса, рассчитываю на то и надеюсь, что и вот эти встречи будут служить той же самой цели, не подменяя собой ни Генеральную прокуратуру, ни контролирующие органы, но выполнить свою важнейшую функцию анализа ситуации и совершенствование нормативно-правовой базы. Сергей Борисович, пожалуйста.